Здравствуйте дорогие друзья, меня зовут Виталий Синельников, это проект Умный Медик и сегодня мы разберем нервное сплетение шеи. Видео создано при поддержке сайта meduniver.com Шейное нервное сплетение, плексос травикалис, это нервное сплетение, парное образование, сформированное передними ветвями четырех верхних шейных спинномозговых нервов, соединенных тремя дугообразными петлями. Располагается на передней латеральной поверхности глубоких мышц шеи, спереди и сбоку оно прикрыто грудинно-ключично-сосцевидной мышцей, под ним находится ключица. Шейное сплетение состоит из таких нервов, как мышечные, кожные и смешанные. Имеет соединение с добавочным и подъязычным нервами, которые и обозначим. Цифра 1. Nervus hypoglossus, подъязычный нерв, двенадцатая пара черепно-мозговых нервов. Цифра 2. Nervus acesorius, он же добавочный нерв. Одиннадцатая пара черепных нервов, которая анастомозирует цветами шейного сплетения. От первого корешка, Ц1, отходит мышечная ветвь, Rammus geniohioidus, которая будет иннервировать одноименную мышцу, принося к ней двигательные нервные волокна. Все мышечные ветви будут обозначены красным цветом. Щитоподъязычная ветвь, Rammus gyriohioidus, цифра 4. Точно так же, как и предыдущая, идет к одноименной мышце, Musculus gyriohioidus, неся к ней двигательные нервные волокна. Шейная петля. Радикс superior, возникающий от подъязычного нерва, двенадцатой пары черепных нервов, соединяется с нижним корешком шейной петли, Radix inferior anzocervicalis, который образуется нервными волокнами от передних ветвей второго и третьего спинномозговых нервов. В результате соединения обоих корешков образуется шейная петля, anzocervicalis, от которой отходят ветви. Rammus homohioidus, цифра 6, иннервирует верхнее брюшко лопаточно-подъязычной мышцы. Цифра 7. Это Rammus sternohioidus, тоже двигательная ветвь, отходящая от шейной петли, которая иннервирует грудино-щитовидную мышцу. Под цифрой 8 мы обозначим Rammus sternohioidus, которая иннервирует одноименную мышцу шеи. Крайней ветвью, отходящей от петли, является ветвь к нижнему брюшку лопаточно-подъязычной мышцы. Как вы помните, она имеет два брюшка. Верхнюю будет иннервировать Rammus homohioidus superior, нижнюю Rammus homohioidus inferior. Цифра 9. От первого корешка также отходит Rammus communicans к десятой паре черепных нервов. Цифра 10. Rammus communicans к нерве ваги. Также от первого корешка отходят множественные ветви к мышцам головы и шеи. В частности, под цифрой 11 мы обозначим следующие ветви. Rectus capitis lateralis. Lungus capitis. Et rectus capitis anterior. От второго, третьего и четвертого корешков точно так же отходят двигательные ветви к следующим мышцам, которые мы обозначим под цифрой 12. Ветви к мускуле lungus capitis – это lungus coli, то есть длинная мышца головы и длинная мышца шеи. И крайние мышечные ветви мы обозначим под цифрой 13. Рамик мускули с коленей – это леватор с капули, то есть к лестничным мышцам и к мышце, поднимающей лопатку. Теперь более подробно остановимся на чувствительных ветвях. Кожный или поперечный нерв шеи. Nervus transversus coli. Из корешков C2 и C3. Огибает задний край грудино-ключично-сосовидной мышцы, следует вперед, разделяясь на ряд ветвей, заканчиваясь в коже передней боковой области шеи. Он соединяется с шейной ветвью лицевого нерва, образует с ней поверхностную шейную петлю. Цифра 14. Nervus transversus coli. Надключичные нервы. Nervus transversus coli. Из корешков C3 и C4. Выходит из-за заднего края грудино-ключично-сосовидной мышцы, ниже предыдущего нерва. Расходится верообразно, заканчиваясь в коже надключичного треугольника. Топографически их делят на передние, средние и задние надключичные нервы. Nervus auricularis magnus. Цифра 16. Из корешков C3 и C4. Огибает задний край грудино-ключично-сосовидной мышцы, направляется вверх к ушной раковине, разделяясь на две ветви, переднюю и заднюю. Передняя ветвь заканчивается в коже области околошной железы и вогнутой поверхности ушной раковины. Задняя в коже выпуклой поверхности ушной раковины и в коже за ухом. Nervus ocipitalis minor. Малый затылочный нерв. Из корешков C2 и C3. Направляется к заднему краю грудино-ключично-сосовидной мышцы и, входя из-за нее, следует вверх и кзади. Нерв разветвляется в коже затылочной области и верхнего края ушной раковины, граничив спереди с областью иннервации большого ушного нерва и сзади большого затылочного нерва. Соединяется также с ветвями лицевого нерва. Диафрагмальный нерв. Nervus frenicus. Из корешков с C3 по C5. Наиболее мощный нерв шейного сплетения. Последний является смешанным нервом, так как наряду с большим количеством двигательных волокон в нем имеются чувствительные и вегатативные. Следуя по передней лестничной мышце, вперед под ключичная артерия диафрагмальный нерв проходит в передние средостения, где посылают ветви к плевре и перикарду. Перед внедрением в диафрагму нерв делится на три ветви. Переднюю, заднюю и латеральную. Которая в толще диафрагмы образует сетевидной формы сплетения. Спасибо за внимание. С вами был проект Умный Медик. Будь умным медиком. Развивайся вместе с нами. Видео создано при поддержке сайта meduniver.com С вами был Игорь Негода.